Новости информбюро готовятся к эфиру. Через 5 минут мы расскажем вам о событиях этого дня. А прямо сейчас вы узнаете много полезного в проекте Пенсия КИЗ. Жанна, тебе слово. Добрый вечер. С этого года в пенсионной системе много нового. Прежде всего, с 1 июля изменился порядок начисления базовой пенсии. Кроме того, по-новому осуществляются пенсионные выплаты за счет накопительной части. Как увеличить эти выплаты и из чего сегодня складывается пенсия, в ближайшие несколько минут расскажу я, Жанна Рахимжанова. Итак, любой выходящий на пенсию казахстанец получает прежде всего базовую пенсию из государственного бюджета. Теперь при ее расчете учитывается трудовой стаж, срок накопления и величина прожиточного минимума. В этом году этот показатель равен 28 284 тенге. Людям со стажем работы 10 лет и меньше гарантировано минимальное пенсионное обеспечение. Это 54% от прожиточного минимума или чуть более 15 тысяч тенге. Те, у кого трудовой стаж больше, получат надбавку по 2% за каждый год участия в накопительной пенсионной системе. Таким образом, на максимальную базовую пенсию могут рассчитывать казахстанцы, проработавшие 33 года и более. Другой вид пенсионной выплаты из государственного бюджета – солидарная пенсия. Солидарная пенсия начисляется, исходя из трудового стажа, до 1 января 1998 года. Для того, чтобы получить полноразмерную пенсию, необходимо иметь минимальный трудовой стаж для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет. В дополнение, а затем и на смену солидарному компоненту приходит накопительный. Он включает в себя три вида пенсионных взносов. Обязательные, обязательные профессиональные и добровольные. Обязательные пенсионные взносы – это 10% от заработной платы сотрудников и доходов по договорам гражданско-правового характера. Принципы накопительной пенсионной системы справедливы по сути. Человек пользуется своими пенсионными накоплениями на заслуженном отдыхе, которые успел накопить в период активной трудовой деятельности. Здесь нет уровней ловки. Более того, соблюдается принцип социальной справедливости. Раньше вкладчик ЕНПФ при оформлении документов на выплату пенсии мог выбрать график ее получения – ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. С 2018 года пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляются только ежемесячно. Это увеличивает размер совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и за счет накопительной пенсии. Размер ежемесячной выплаты определяется как 1,12 годовой суммой пенсионных выплат, исчисленная в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат. Сумма пенсионных накоплений умножается на коэффициент, соответствующий возрасту, и делится на 12. Таким образом, чем больше накоплений, чем выше размер пенсионных выплат. В накопительный компонент могут входить обязательные профессиональные пенсионные взносы. Это пенсионные отчисления, которые осуществляет работодатель за счет собственного бюджета, за сотрудников, которые трудятся на производстве с опасными и вредными условиями труда. Перечень профессий, за которые работодатель перечисляет обязательные профессиональные пенсионные взносы, установлены постановлением правительства Республики Казахстан. Ставка таких взносов составляет 5% от фонда оплаты труда. Добровольные взносы – это деньги, которые вкладчик самостоятельно вносит на пенсионный счет. Это один из способов, позволяющих существенно пополнить свой пенсионный капитал. Пенсионный калькулятор, размещенный на сайте ЕНПФ, уже сейчас позволяет просчитать предполагаемый размер будущей пенсии. И наглядно показывает, что даже минимальные добровольные взносы, производимые на регулярной основе, позволяют ощутимо увеличить свои пенсионные накопления. Также можно производить отчисления в пользу третьих лиц, например, за своих родственников. Либо работодатель может производить отчисления за своих работников, что может послужить дополнительной мотивацией. В настоящее время ЕНПФ работает над предложениями для того, чтобы сделать этот инструмент инвестиций в будущую свою пенсию наиболее привлекательным и действенным. Давайте подытожим. Для того, чтобы в будущем не оказаться в безвыходной ситуации, в безденежье и нищете, почву нужно готовить заранее. Мы должны прийти к пониманию того, что те деньги, что мы откладываем сегодня, в конечном счете наши. И на то, какой будет пенсия в будущем, влияют три стороны. Государство посредством базовой и солидарной выплаты, работодатель, своевременно и в полном объеме делающий пенсионные взносы, и сам работник, контролируя свои обязательные взносы и делая добровольные. Из этих трех компонентов и складывается наше обеспеченное завтра. У меня на этом все. Вы смотрели программу «Пенсия Киезет». До встречи.